Всем зрителям большой привет, с вами Катархонт, это Европа Ницелия 4 и Византия, ныне Римская Республика, 22 серия, если я не ошибаюсь, у нас на носу. Очень удивлены, на самом деле, вашей большой активности и тому, как вы набрали много-много-много лайков. Честно говоря, вы перебили цену, если я не ошибаюсь, ну, количество лайков, точнее, по четвертым роликам, ну, по четвертой серии, и даже вроде как к третьей приблизились, или вроде даже уже и перегнали. На самом деле, я удивлен, что вы поддерживаете так очень-очень хорошо, уже в такой момент, когда зрителей вроде бы мало, а хоть кто-то лайки прожимает. Ну, приятно хотя бы так прожимаете, я на самом деле очень-очень этому рад. Так, давайте мир немножко изначально рассмотрим. Цзинь, Япония, Хосия, Жень, Си, здесь достаточно полностью Китай прожимает, Хмеры живые, Аютия, Паса, ее немножко гнет, Брунека слабая. То есть здесь Пандия, хочу сказать, страна Панд, Пенджаб и Сионадеша, основные силы в Индии, Франция, да, французы, ну, ай, не люблю, когда Франция и прочие страны лезут в Африке. Обычно пытаюсь их от этого оградить, но здесь, видимо, наша судьба немножко иначе. По нашим планам, как вы помните, нам надо занационализировать это дело, я думаю, мы примем еще часть территории, которая к нам хорошо относится в Италии, чтобы хороший заработок шел, деньжатки чуть поднимем, и с вами пойдем спокойненько брать 21-го Интех, получать уровень тактики, лимит снабжения на мушкетеров новых и идти тащить, давить и все остальное. Ну, это как бы необходимо все-таки. Так, здесь я оставлял их, потому что здесь восстание, да, да, здесь макил вассалом пускай будет, так, а тут одна армия, да, выходит, всего-навсего одна армия, так, здесь еще армия, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ой, куда-то их многовато, подожди, на тебя я могу напасть? Могу, но нарушение перемирия до февраля, скорее всего, мы сейчас сходим на него в Оле, в союзниках, вообще здесь неудобно, ты тоже еще со мной в перемирах, ты уже не в перемирии, может быть, тогда реально сходим еще куда-то? Так, Тироль, Штири, не очень хочется, хотя, подожди, скорее всего, Тироль, Штири, это я не хочу, а мне придется забирать. Да, мне эти территории, безусловно, нужны. Угрожать войну я, естественно, не могу, у тебя через союзники на Мюр, на Сау Штири, но на какого бы я не напал, все равно это будет проблема, да? Можно, конечно, вот так вот в Вале включить, в Вале у нас вот, а тут опять те же самые, ой, 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 ой. не в Сри, он православный все-таки. Это тоже, кстати, не в Сри, потому что православный. Хм. Это, конечно, удобно то, что мы их из Сри выгнали. Генуэйский. Ничего себе. Но они сейчас будут возвращаться туда. Ладно, здесь у нас что по войскам? Куча брянских претендентов. Я их оставил, потому что мне было на них все равно. Здесь одна армия контролят. Эти талежские, я надеюсь, здесь никуда не пойдут. Ну да, тогда получается, одну армию мы вводим сюда, вот. Чтоб она здесь помогала, поддерживала где-нибудь вот здесь. Тебя мы берем. Отправляем сюда. Вот три армии, четыре, пять, наверное. Оставим здесь одну армию и там. Все. Здесь очень много крепостей, но да, здесь они не помешают. Ужасная репутация. Престиж мин... Ясно. Типа, как плохо отнимать у всех, у кого только можно территорию. Да ладно, нормально. Чё переживать-то? Ну, как раз один из негативных ивентов, из-за того, что на сверхжение больше сотни. Это на самом деле не очень приятно. Кто-то там воюет с кем-то. Ну, нам делать особо-то нечего. Стабильность. Он долго будет ансенализироваться. Ну да. Против бесконечных войн. Может быть, кому-нибудь пробку хотя бы дешевую какую-нибудь отдать все-таки. А, самая дешевая пробка, это ясно. Нельзя никому ничего дать убийц и купцов. Ну, смотри, просто давай соберем негативные ивенты за это время. Преувеличение, притом сверхоширение на 0,8. То есть, не на единицу, а на 0,8. По сути, мелочь, которая не должна так сильно учитываться, ввиду того, что все-таки это небольшое преувеличение. Но на деле вы видите, что увидите. Он может же еще сейчас пойти на войну. Подожди, я не хочу, чтобы случилось так, что он на войну пойдет без меня. Я просто знаю, что француз может на такое пойти, ибо его искусственный интеллект так запрограммирован. Так, я сюда, думаю, 24 будем отправлять, да? Да, сюда 24. А что за... Еще 24. Мне вот эти, интересно, 2... А, 10, 2, 8. Какие они? Давай сюда, наверное, тоже. 10, 2, 8. Как-то маловато. Так, будет 12. А сколько содержания? 0,13! Фух! Вообще без проблем. Содержание дешевле некуда. 14. Да, вот сюда 4 боя бомбарда не помешало, на самом деле. Ну, чтобы посерьезнее, армия была. Так. Что у нас здесь? 4 арты. Раз, два, три, четыре. Это к этому. Здесь бы тоже 4 арты. Ну, ладно, остальная армия здесь тоже 4 арты. Ладно. Ты мне здесь явно жить не даешь, да? Я тебя понял. Еще бы на двоечку. Нету такого. Такого опытного у меня, к сожалению, нет. Давай так вот сделаем. Ну, чтобы тоже лишнего истощения не было. Я, конечно, понимаю, у меня рекрутов полно. Жить можно легко, но все-таки. Так, сирт. А, это вера только. Я думаю, уже национализация пошла. Нет, это еще вера. Да, там до национализации в целом-то было еще долго. Серьезно? 0-0. Страны, которые никак... Территории, которые никак не повлияют на наше религиозное единство. А, вот уже влияют. Мощь. Мощь. Минус 7 монет. Пофиг. Торговица. О, я думаю, что деньги-то в минус. Торговец умер. Глянь на агрессивное расширение. Фигня такая. Серьезно, фигня. Так. Сюда. Сюда. Так, тебя сюда. Сажаем. Сейчас еще больше деньги в минус пойдут, потому что... Сицилия союзник есть. Нету Сицилия союзника, поэтому, наверное, эту крепость уберу. Мы все равно здесь будем отыгрывать не через нее. Здесь крепости Венеции. Она сейчас тоже смысла особого не имеет. Просто тоже слишком много крепостей держать. Это, конечно, на военных традициях хорошо. Да, я это знаю, сказывается. Но я думаю, мы справимся и так. Так. Тебя сюда я хотел или сюда? Лучше сюда, наверное, лучше на эту армию. Она более такая ударная. Ну, смотри, вроде негативные винты прошли. Сейчас более-менее спокойнее. Я надеюсь, что нереально так лететь часто не будет. А то что-то они как-то взялись так и резко один за одним пошли. Это как-то немножко странно. А, я думал здесь еще о крепостях или еще о чем-нибудь. Я вспомнил. Думал, мало ли мы с вами сделаем здесь что-нибудь более... Я думаю, что мы с торговли отлично. Все. Ну, давай. Шесть монет, три монет. Все как-то мало. А, ну у меня же новые войска. Это брать нельзя. Ну, реестр можно расширять, но это на престиже скажется. Здесь ополчение поднимать дорого. Здесь мы можем за... Лимит получить. Самое, на самом деле, для нас с вами сейчас... Можем расширить. Поставить на вооружение. Уроне автономии Амары. Призвать казачьи войска. Ну, что повторить, атак. Так, казаки, дворяне. Нет, дворян здесь мы не будем рубить. Мне просто по военному делу немножко поднимем себе эту. Войная традиция. Чтобы они были получше. Так, вообще, пока армия у нас стоит без дела, давайте муштруйтесь. Здесь тоже муштруйтесь. А, мы не можем муштруваться, находясь не на своей территории. Так я же могу тогда сделать вот так вот. Наверное, даже да, да. Так даже будет лучше, потому что муштруйтесь армии, которые как раз не там будут на фронте, где я надеюсь на хороший успех, а там, где тяжко будет. А тяжко-то будет, скорее всего, и здесь. Конечно, не могу со стопроцентной уверенностью об этом заявлять. Это на самом деле больное восстание, болюче такое восстание. Через реку. Рискованно я тут делаю. Ну, хотя должны затащить, это повстанцы же. Повстанцы не обладают такой большой силищей. Так. Че еще не разобрался? Это уже и небольшая задержка, видишь, образуется. Мы считаем, здесь уже потеряли возможность эту армию забрать. Так, идея. Моряки-фрегаты, моряки-фрегаты. Моряки, местное производство. Хорошо, кстати, колональная дистанция нам сейчас не важна. Ну, просто знаете, о чем подумал? Может быть, все-таки реально шпионские взять? Это осадное умение. Как-никак, это на самом деле классно. Близ 15 осадки. Это очень быстро будет у нас идти осаду. А это нужно, на самом деле. Счетом того, что здесь еще стоим всех очков с минус 5. Истощение, маневренность так себе. Скорость пополнения, дипломат. Число рекордов. На самом деле, такая себе идея к шпиону. Да, возьмем. Я никогда не брал ее особо, поэтому давайте возьмем. Я ничего не потеряю, по сути. Истощение вражеских армий берем. Надо выбивать еще следующую. Я понял. Наверное, горожане скоро нам дадут, да? А, нет, не скоро. Мы их брали 59-й, да. Не скоро. Я вспомню, что мы их не так давно брали, собственно говоря. Так, а восстание-то больше нигде нету. Все нормально. Экономика уже, да, денежку. Понятно. Давай вот так вот тогда. Кстати, можно что-нибудь было бы построить, если подумать. Но что нам реально деньги принесет? Минус 0. Воу. Торговый склад. 8. Идите. Идите. Вот это денежки. Вот это я понимаю. А, кстати, надо было по доходу отсортировать. А, ну здесь сейчас, смотри, доход. И учитывается еще осталось постройки этого. Достояние, скажем так. Понятно, лучше за 160 построить. Ну это хорошо, кстати. Торговля надо будет потом поплотнее заниматься. Рекрутами я вообще не занимался ни разу, если я так подумать. С этими. 58 самое такое. Ну все, хватит пока. А то сейчас все награбленные деньги так уйдут. Отлично. Он успел как раз пополниться перед этим. Тысячи не хватает. Это не так страшно. Но еще наверху в целом-то денег немало уходит. Так что из-за этого, можно сказать, проблемы есть. Ну все, нормально. Жить будем. 13 монет это не так критично, с учетом того, что здесь все-таки пополнение. Еще тратятся горожане немножко. А, вот. Я же думал, нету повстанцев есть. Блин. Хотя зачем я этих буду отменять, если смотри сейчас, что можно сделать. Ну, позахватываю чуть-чуть. Что-то неприятно, что-то как-то проглядел. Где-то в шпионской сети. Интересненько. Давайте к концу месяца дождемся. Посадим их сюда и отправим разбираться. Они как раз туда приплывут и разберутся этим делом. Что тут за идейка? Просить краба вообще ненужная вещь. Держава Римская Республика. Держава Римская передаст Саресу Брянску. Брянск. Давай ты не будешь... Куда ты идешь? В Романе. Да что об тебя за ногу. Я, конечно, понимал, что это ожидаемо, что все равно мне не дадут спокойно пожить, но убийство купцов убивается. Вноварищ. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Возмущение торговцев. Это вот невозможность национализировать меня вообще не радует. Да неужели, неужели жизнь сейчас начнется? Ну да, сейчас по сути жизнь пойдет, потому что все нормально. Я ведь правильно поставил, да? Да блин, нет, серьезно. Что ж я... А кого я убрал-то? Вот отсюда тогда получается я убрал. Вот это вот. Муштруйся. А тебе надо вот это вот. Так. Раз, два, три, четыре. Ну, собственно, да, сюда пятая армия нужна была. Вот она. А здесь действует крепость. Вообще, да. Здесь крепость заберет, так что... Запаха. Отлично. Наконец-то с верой проблем не будет. А то навыставали здесь, наделали мне проблем. Ну, сейчас за 30 монет я вообще не хочу ничего вымерять. Вы что? Литургическое влияние. Так, религия. Ясно. Авторитет патриарха я не хочу терять. Понимаешь, что сейчас деньги пойдут? Угу. Две триста. Давайте, как говорится, денежки возьмем. Угу. Что поделать? Неприятная вещь. Так, ну все, выходит. Ты тоже сюда отправляйся. Тебя отправим куда-нибудь в центр. Физан. Так, ну получается, при религии более-менее сейчас все нормально выстраивается. Я как раз закрою. Я вот эту часть хочу в большей степени закрыть, чтобы нам теперь все, потом сюда не отвлекаться с вами особо. Ах. А это вот они, да? Ну, это миланские. Они, кстати, могут прийти к нам. То есть здесь никакого гаранта нету, что они не придут. Отлично. Так. Ну, с повстанцами более-менее. Давай посмотрим еще что по повстанцам. 0,1, 0,1. Тут все нормально. Ну, здесь вообще все должно быть четенько. Мы здесь давно не воевали. Здесь все по красоте. Башкирия расширилась, кстати. А ты с кем в союзе? Можно напасть. Да и ладно, даже если его кто-то заберет. Вообще не страшно. Мне военку надо, да? Ну да, мне нужна военка как можно быстрее. Миланские сепары. Я же говорил, миланские сепары вторгнутся обязательно. Да не, не того. Да просто было ожидаемо. Они сейчас заберут опять там сепаратизм повысить. А вот слов просто нет. Каждый раз с ними возить. Еще экономика так и будет в минус 3. Скорее коррупции. А, ну да, мы пока коррупцию не истребим. Так... Иконоборческое неистовство. Во время реформации у многих европейских стран их уничтожились при издении католического религиозного искусства. Наиболее крупным было иконоборческое восстание в Нидерландах. По аналогичным событиям происходило в Германии, Швейцарии, Англии, Шотландии, Франции и Ливонии. Погромы в основном производились стихийными толпами народа, но иногда поддерживались правительства. Не, неистовство нам нельзя. А диктата папа, конечно, избавится. Я войночек не хочу терять. Повысить нам будет дешево в целом. Да, давай, наверное, делаем так. Самое страшное... Странное, что папы как такового нету, поэтому... Генуя сама по себе, я понял. Так что как-то странно, что они на папу сминаются и ссылаются. А, я решил просто не уменьшать, я понял. В пару, мы давай тогда встанем. О, в плюс. Неужели? А, там, видимо, религия какая-то дорогая была. Я понял тогда вас. Так, это 32%, ну неплохо. 33 уже. У нас и так постепенно растет, если подумать. 5%. 5%. Во, хорош. Она сейчас очков будет доставать. Они, скорее всего, уже тоже скоро 21 возьмут. И мы сможем пойти. Здесь с религией разберемся как раз по красоте. Не, я ничего не хочу. Остальное. Остальное дорого пока. Нам главное, чтобы подвесить не было. Да, здесь нет проблем. Здесь меняется. Ну и все. Типа мы здесь с православием полным. Пойдем в атаку. Нам будет с вами легко и просто. Набег казаков. Да, да, да. Португалия. Португалия. На Португалию казаки набегают. С Африки, знаете? С Африки вот отсюда набег устроили. Это очень странно, на самом деле. Видимо, такой тоже. Наш торговлик. Ой, тетю, нашей торговли угрожает. Французы не хотят. А чем они воюют? С кем они воюют? С Фиджейн Агаром. За французская война, за провинцию Виланаду. А-а-а. Понятно. Понятно все с тобой. Лидер обязан высокий. Ничего себе. Интересно. А если я нападу отдельно на тебя? Испания вступается. А у него всего на дэш. О-о-о-о. А этого нельзя призывать какая-то, потому что это начнутся проблемы. Здесь-то ладно. У Прованса тоже, да, вассалом? Блин. Силезия, мумлюки. Я без Франции не очень хочу. В Франции будет удобно в том плане, что он просто меньше проблем. Хоть какое-то мясо для извлечения. Это всегда нужно. Не, мы так-то время хорошо проводим в плане улучшения ситуации нашей, потому что он все равно немножко не все так стабильно, поэтому посидеть-то даже в какой-то степени было бы хорошо. на месте никуда не рыпаться. Так, 24 где-то истощается. Ну, понятно, все, увел все-таки отсюда. Так. Отлично. А новая технология, скорее всего, военка, да? Да. С 5% скидочку берем. Отлично. 21 уровень. Угу. Угу, угу, угу. Угу. Та-ти-ти-ти-ти-ти. Можно сразу же улететь. У муляков какой? Ну, штрафа нет. У муляков-то какой? 19-й. Угу. Ух-ух-ух-ух-ух. Вот это вообще наступательные. Вообще, по сути, надо бы оборонные, потому что мы по большей степени будем их принимать, а не сами атаковать. Поэтому как-то оборонные здесь выглядят логичнее. Угу. Ну, вообще, да, мне бы... Сейчас, конечно, классно, но все равно 21-го возьмет. Там сейчас ни с кем не воюет. Француз, блин. Француз, ты тут что-то натворишь? Или ты здесь в Виджене Паде и с Виджене Агаром проиграешь и отдашь территорию? Мне тут, на самом деле, интересно. Еще острова, кстати, хотел подмять под себя. А, ну здесь претензии у меня везде есть. Это хорошо. А я-то, получается, другие претензии будут тоже дорогие, да? Или нет? Так, здесь есть претензии, здесь... За 65 очков, охереть. А могу отсюда вот? Да. Ну, хотя бы здесь католичество. То есть это уже удобно в том плане, что католичество, это значит, нам дешевле будет веру менять. И быстрее, и дешевле. Даже так, можно сказать. Ужать войной за... Кунел. Ну, Кунел, то нам с тобой не сдалось. Может быть, реально сходить, разобраться с ней, и тогда. Ну, пока есть такая возможность. Типа съесть. Убить. Немножко агрессивку, конечно, добавить. Хотя, с другой стороны, знаешь, немножко. У нас агрессивки-то... А, 72. Ладно. Согласен. Немало. Немало так-то. 20. А по сколько падает? По 3,3. А пока займемся. Пока есть возможность. Валей это вот это, да? Ниц. Кораблик нужен. Кораблик нужен! Кораблик! Мне, на самом деле, это не помешает в том плане, что я разграбить бюджет могу. 6 тысяч. О, денюжки, денюжки, денюжки! Да, 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 да. А чё, так много денег сразу же? Искренненько. О, хера себе! 118 монет! Офигеть! Офигеть, блин! Знаешь, когда я не ожидал, что 118 монет, такой, 118 монет, чё, 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 да. Так, нам хватило следующий призов, хватит. Такой, ну, началось. О, ещё и годовой измене коррупции. Прекрасно. А, он решил всё-таки этого... Ой, инкредит, раздох. Стабильность, доход от налогов. Доход от налогов, ты чего? Хотя такой дешёвенький сейчас. Ну, да. Надо было брать всё-таки опять... Смотри, на троечку же. Быстрее технологии идут. Быстрее раскатчика. Это хорошо, между прочим. Надо было брать всё-таки её. Чё-то я об этом не подумал. Идите наши корабли имеют. Наши корабли... Такое ощущение, что наши корабли вообще ничего не могут. Их просто раз за разом убивают. А, ну, вон, я тебе говорил, не могут. Всё могут. На самом деле, а вот то, что он сейчас там творит, это очень больно. В том плане, что... Мне от этого больно. Давай возьми. Я даже не буду дождаться конца месяца, чтобы побыстрее. Ну, просто это вообще... Бе. То, что он творит, это называется... Покрас. Я, честно говоря, не понимаю, почему местное ополчение, то есть местные города, не могут взять войска и сказать, извини-ка, иди как-то куда подальше. Могут ведь? Могут. Но они делают. Всё, шутнулось. А, нет, не шутнулось. Смотри-ка. И он теперь просто отсюда уйдёт. Ну, типа, нельзя же стоять дальше. Ты чего? И он отсюда уйдёт сейчас. А я пойду его перехвачу здесь тогда. А ты иди разберись с его столицей. А! Молодец. У меня африканцы помогают намного лучше, чем у тебя остальные, кто есть. С одной меня не плюс 15. Это давай. Всё. Я взял все основные вещи, которые мне на самом деле-то дождуны были для войны. Для будущей войны. Так что я вообще себя чувствую прекрасно. Хорош. Но проблема в том, что да. Честь мундира. Оу. Это же сейчас профессионализм на тут. Да. Хорошо-то как. А, ему некуда больше идти. Всё. Надеюсь, ты шотнулся. Да неужели? Не прошло и полгода. Да уйди, пожалуйста, сюда. Мне плохо сняли эту. Тут было вот в этом регионе вроде бы, да. Процветание. Процветание — это неплохие бонусы. От которых мы с вами теперь, скажем так, избавились. Мануфактура. Подожди. Пока с мануфактурой. Хотя минус 10 классно. Дешевый цен его дают. Но подожди. А, у меня получается сюда. Всех меньше как раз-таки на админку. Там скидки получаются. Всех меньше. Понятно. Понятно все с вами. Так, я... Чё я сделал? Чё я только что сделал? Погоди. Что я столько что сделал? Я куда-то сейчас построил что-то. Подожди. Пилыми или Африке? Африке получается. Серьезно? Подожди. А куда я? Куда? Не понял. Я сейчас куда-то только что поставил это здание. Военная мануфактура. Сборщик пошлин. Я нигде уменьшить это дело не могу. Не понял. Пилыми у меня вообще не отображается. Типа, ну, пилым. Не понял. А куда я только что что-то сейчас построил? Я, может быть, просто проглядел. Но это доход от налога в стовом и стабильность. Да не, я себе не мог поставить. На меня вообще ничего из этого не... Ладно. Куда-то потратил. Допустим. По 0,27. А мне поскольку доход уйдет по 139. Так, ну, я не помню, я не помню, ты, кстати, какой религии-то. А, протестант. Понятно, что с тобой. Предложить мир, деньги, смены религий, выплаты репараций, отношения с Любиком. С Кремоной. Вот так вот. Так вот и так вот. Ау, красиво. 12 престиж. 708. Да, он почти ничего не потерял. И я такой, знаешь, куча потерь ради этой войны. Я православие распространил. Это моя цель. Это... Моя цель — это православие во всем мире. Ну, вообще ни о чем коалиция. Денежки и все. Красиво. Наконец-то здесь удобный проход. Вот серьезно. Это вот будет очень удобно. Ну, я думаю, мне так крепостей много здесь не понадобится. Я понадеюсь на это. Я, по крайней мере, понадеюсь на это. Я думаю, можно уж так. Видишь, сразу же технологию убрал. Но что благодаря этому мы спокойно себя ощущаем сейчас. 0,7. Давай вот это на 50 монет. И еще полтинчик. Да хотя, какая разница. Давай вот так вот. И вот так вот. Все. Красиво просто. Так, ну одна армия отсюда, другая армия отсюда. А, еще одна армия есть. Ничего себе. А, я привез уже оттуда, да. Получается, привез оттуда. Ее надо будет... А куда тебя? Сажаем. Ты, наверное, ремонтируешь, да. Галеры, каравелы. Все, что не нужно. Так. Здесь у нас этого раз, два, три, четыре, пять, шесть армий. На самом деле маловато, но я думаю, мы справимся. Сюда бы еще одну-две армии. А, кстати, почему перестали муштроваться? А, война началась. Типа после войны почему-то кончается муштра. Это очень странно. А кто за нас уже не хочет? Маммляки. Участвует другое. Ну, кстати, потери маммляков не так страшно, как маммляки с кем воюют. А с Йеменом? А французы просто не плывут туда. Они могут, конечно, они вообще-то могут. То есть для них это несложно, но они, видимо, не хотят. И нам надо докопить вообще до сорока бы как-то. Здесь хороший бонус. Так что как-то отказываться от них смысла нет. Так, эта армия здесь охраняет эти армии. Раз, два, три, четыре. Тоже мало на самом деле. Как-то мало армии, кажется. Нет? А мне кажется, что армии мало? Надо еще побольше сделать. Ну, у нас лимит, кстати, большой. А, ну я, скорее всего, выбил его этим. Какое содержание? 7,09. Вообще, видите, блин. Так вот. Давай. Спасибо, монет содержания. Я себе сейчас лимитик возьму. И все. И все. Мне хорошо будет. Я точно не брал лимит от... Подожди, можно посмотреть просто. А я брал лимит. Плюс 15, да. Оборуженные казаки. Поэтому нечего так обольщаться и думать, что у меня куча-куча всего нет. На самом деле нет. Здесь бы можно было бы дождаться и добить, конечно, престиж от сухопутных и дисциплину. Но, вы понимаете, это достаточно долго. Здесь 100 к 10 есть. Он, кстати, пятого уровня. Ему 54 года. Умереть может в любой момент. Здесь доход от налогов. Это хорошо, потому что на 110 где-то был доход. Сейчас уже 124. Ну, примерно, конечно. Так, хорошо. Собрались здесь армию. Незавидно то, что мы очень много на смену этой тратим. Но все равно хватает. Это приятно. Давай сюда. Наивный родственник. Престиж. Обнаружение. В данном случае на обнаружение все равно. Навара. Выстину. Ой. Хорошо. А там, да, что там по 7 месяцев буквально где-то тратится. Так что. Оргенство института в провинциях Систиной Веры. Это нам пригодится через время. Давай дальше. Ну, просто, чтобы религиозный единственный 100% вообще был. Чтобы была красота, знаешь ли. Что там за год-то один какой-то. Ждем пока французы вовет. Но, я так понимаю, он потеряет профку просто. Там же по претензии выходит война. А, даже, ну вот одна армия здесь есть как раз. Текстильная плюс 3 до владения. Такс, 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 такс. А, 23. Проблемка, конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ты не способен? Да, ты не способен. Тогда смотри. Тебя вот сюда вот. Ты способен к этому? Да. Тебя сюда. Дальше ты опять муштроваться пойдешь. Красиво. Так, тебя сюда ты стоишь. И так неплохо. Нам просто надо залетать, зажимать, занимать территорию и просто переться куда надо. 20-20. Ну ладно, ставим эти армии как они есть. Популярная религия, веротерпимость, а так миссионеры, да? Священники так потеряют свою лояльность. Подожди, я могу я чем-нибудь нивелировать? Не могу. Поэтому ладно. Ну поэтому ладно, чего уж, если не могут. Тарир. Наверное, еще одну армию возьму. Вот здесь вот. Это чтобы быстрее закруглить пизу. Да и просто, чтобы у нас две армии были контролирующие. Контролирующие. Здесь потому что 4-4, 8 нормально. Здесь маловато все равно. Так. Она опять же выходит. Это с маневренностью тебя сюда. А тебя сюда. Потому что мы тебя здесь опять же муштроваться поставим. И все прекрасно пойдет. Так, романивай стену веру. Ну французовы это. Готовы? Нет, еще не готовы. До конца с Фиджио и Анагаром, видимо, хотят. Не забирать. Все это дело. Ну молодцы. Не, ну то, что они целеустремленные, это, конечно, классно. А, подожди, прочность кораблей. О, отлично. Давай сделаем. Это нам добавит, наконец-таки, число рекордов. Плюс 33. 4 тысяч. Не так уж и много, на самом деле. Но с другой стороны. Тоже говорит, что мало, нельзя. Вполне себе так-то. Да, у нас одна территория, получается. Национальная стоимость стабильности годового изменения коррупции почти не влияет. Ну и так-то объявление войны. Мария Антуанейца. Тироль согласился. Боди, препутация, доверие. Но чуть-чуть не хватает. Отношения к врагам, знаешь ли. А, поднимем. Так, что я хочу? А я что хочу? А я хочу все. Тут как бы надо отметить. На конференции такой, знаешь, на какой-нибудь международном, а этом ужине, собрании. Встретились и разговор такой. А что вы хотите? Я такой. А я хочу всю. Всю Испанию. Это мое побережье, которое я как минимум хочу. Вот так вот. Пожалуйста. Отметь Беляр еще. А француз, интересно, что хочет. Ну, наши аппетиты с ним особо не перемежаются. Так что все нормально. По времени у нас сколько уже? Наверное, было часа где-нибудь, да? 35 минут. Но это подготовка. Я просто хочу все-таки напасть достаточно, имея хорошую силу. 420. Ну, кстати, да, уже как бы все. Уже как бы хватит. Я вот не знаю, на самом деле, как мне распределить командующих лучше. Двоих на тот фронт, двоих на этот. На этот фронт можно было бы поменьше, в том плане, что здесь француз. И он может помочь. Но француз тогда нужен в плане, как контролирующим, хорошим таким звеном. Он нам необходим здесь. Француз, ты не хочешь войну уже закончить? Пожалуйста. Закончи войну. Просто его войска здесь не помешают. Серьезно. Ну, француз. Да и мамблюк тоже был. Так, еще военная идея. Ничего себе. Останавливаем боевых духов флота. Ну, знаешь, как-то смысла не имеет. Не имеет. Здесь у нас вообще все спокойно, да, 104. Национализация прошла. А, ну вот, территория только вот тут, где надо будет поменять, и все. И все. Красиво. Силезия. Ой, блин. Против Кракова, Рупина. Подожди. Серьезно, только против Кракова. Никто не заступился. Ну, нет. Как бы заступились. Ай, блин. Получается, расклад сил такой, что тут требуется моя помощь, да? Да, конечно. Ай. Кто здесь без дела? Три, пять, три, один. Три, пять, три, один. Ну, пойми. А, хотя, подожди. Зачем мне здесь моя помощь? Сейчас здесь Трансальвания, Униат, младший. Хм. Ну, ладно. Давай поможем, на самом деле. Для красоты. Я не знаю, для чего еще здесь помогать, на самом деле. Потому что, по-моему, здесь и так все. Вау. 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 По 0,69, по 0,89. Хорош показать. Так. Ты охерел? Не, вот нормально. Вот война идет. Все идет. Вместо того, чтобы помогать мешаться противникам и так далее, он идет захватывать мою одну провку. Специально. Специально мать его одну провку. Что это за логика? Объясни мне, пожалуйста. Ну, как бы... Я здесь даже мог не переживать, то, что мои союзники за меня заступятся и помогут. Собственно, это и случилось. Так. Чего спора о торговой... Меркантилизм... Меркантилизм. Ты что, меркантилизм, это хорошо. Чрезмерно меркантилизм, конечно, плохо. Но у нас же не чрезмерно... Ау, стабильность. Давай. На халяву стабильность получить, а не против. Француз, ты закончил войну? Блин, вот сейчас нападать он посчитает несколько... А, нет, призыв несколько войны посчитать. Франция. Одна армия отвлечена и один генерал отвлечен. На самом деле не лучшая идея. Ну что, досаждать будут С другой стороны, какая нахер разница Сохранение Все они готовы Я думаю, мы Отберем генералов поближе Все-таки поставим Два генерала здесь Ну смотри, все, это готово Это готовая война Так, здесь у нас тоже готово Ну все, собственно говоря Объявляем войну С целью которой будет колониализм Очень классно Мадрид Французов зовем за них Прованс Кстати, Прованс-то я к ним не готов Хотя что готовится, французы должны Затащить 23 тысячи Франция за нас Португалия, все, начинаем Изначально расклад сил таков Что мы даже в одиночку Можем их всех победить Но проблема в том, что у него кораблей полно Всего полно, и он нам тут мешает Так, на осаду Спец Ты спец Ты спец Так, так, так 24 тысячи сюда 24 тысячи сюда 24 тысячи сюда Нет, и сюда идешь Все правильно Теак Пытаемся уйти туда А почему он не пускает туда, интересно Подожди, здесь где-то крепость? Нет Очень странно тогда Мне тебя, наверное, сюда надо запускать Так, подожди Ты идешь в крепость Ты ему на подступах Ты на подступах Ты сюда Тогда Ты сюда Ты контроль и шето Ты контроль и шето Давай пока так, аккуратненько Блин, это-то, конечно Хотя здесь, подожди Можно же наемчиков нанять быстренько Потому что бы они здесь сделали свое дело Тут вроде как крепостей не было Четыре правки, да Вот это вот они заняли Подключаются все Становится интереснее Тут уже как бы Расклад сил не такой радужный Хотя, опять же, это тоже Ну да, вот Любик, все остальные Вот то вот здесь, вот это, конечно Подожди, я же могу здесь сделать все так Чтобы быстрее война закончилась Просто мне здесь Откликаться не хочется Так, отлично Сюда 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 Второй мы пока отвлечем Тебя бы тоже здесь пробить Можешь сюда пробиться Так Так-так-так-так-так-так Интересно Нет? Ну да, собственно говоря Туда и не пробьешься Так, чего у нас тут? А, заход территорий Ну это красиво, однозначно Это красиво Здесь не поспоришь Так, здесь бы, знаешь, еще специалиста На осаду одного Тебя сюда, тебя сюда Тун-тун-тун-тун-тун Тун-тун-тун-тун Наемнички Наемнички Тебя можно распустить Там война идет хорошо Силезия там тащит Так, отлично Идет подкреп Здесь горы, да? Да, Тлимсен горы Почему-то мы очень плохо против них воюем Почему? Что у нас плохо? Минус два Это ладно Боевой дух очень сильно просажен Что же, неудержимый натиск Ой, МБДшка хорошая Но мы по тактике пока ведем Потому что у него Нет, просто ведем У него 21 А, мы по тактике ведем Потому что у нас здесь 100 Да, лучше Да, дисциплина у нас Выходит получше На 10 Отлично Благодаря этому Мы, конечно же, решаем Хотя это, естественно Не спасающий Конечный маневр Так Так-так-так-так-так-так-так Так, нормально Тогда вот так вот Пойми, просто тоже Очень вперед бежать Это нельзя Если я буду слишком вперед бежать То это может быть не очень хорошо Это может быть не очень хорошо Но вот видишь, что тут творится Вся армия Кракова Всех вот этих вот союзников Она идет именно туда, блин Куда вообще не хотелось бы даже дергаться А у меня проходы войск даже нет Я же сейчас с ней воюю Вместе с ней Француз разбирается здесь Не, ну француз тут сам по себе Француз явно сам по себе неплохо Ся чувствует Он здесь может в любой момент ударить, кстати Я здесь с этим рискую Ну думаю, ладно Переживем Вот это вот, я надеюсь, не будет Или он засчитается сейчас как У меня нету прохода войск через него Подожди Серьезно? Ха Ха Нормально У меня прохода войск через него нету У них есть И все 278 Я переборщу, я знаю А он, давай Я пятюню, да, переборщу Так, ну здесь я типа распущу Хорошо Хорошо Чего? Генерал умер Генерал умер Ну вот это меня вообще не радует Мамлюк Мамлюк Ты, блин, взял и пропустил противника Вот Просто охереть Вообще Кто так делает-то? Именно что так никто не делает Из красивых людей Так делают только те, кто Не делают красиво Так, Селезия, давай Уже мирись Мне вот этот вот Поддых, удар Вообще неинтересен А он тоже Вот Просто молчу Просто молчу Наконец-таки Так Тогда вот так Вот так И вот так Француз, ты бы мне лучше тут помог Здесь как бы Война серьезнее Так, ну я уже Да, ой Давай здесь командира Время наберем О, хорош какой Какой красавчик Какой красавчик Нет бы Селезию, блин, бить Давай бить Византию Ведь она такая страшная Она единственная Кто здесь мешается Ну чё, мы прям На самом деле Это красиво Но и опасно Всё красиво Но опасно Так, ну Франц Наконец-то пошли Французские войска Отлично Единым фронтом Сейчас пойдем Будет всё красиво Так Нахер эти же просто Вот заманало Вот серьёзно Вот это вот заманало Мне, конечно, больше радует этот Своими проходами, блин Да ты Ты издеваешься, да Он мне сейчас вышатает Восемь тысяч Десять Знаешь почему? Потому что он Вскусственный интеллект Он может То, что ему к чертям Все правила Неправила Спасибо Спасибо Просто благодарен вам За это дело Краков, да? Краков выбил? Молодец Всю Всю территорию Имеет Краков Я чё, сейчас должен У тебя отлечься, что ли? Это мне интересно просто Что искусственно Что вот от меня хотят Чтобы я сейчас делал Отвлёкся, что ли, на это дело? Нахера Вообще-то надо бы на крепость вставать Если так подумать По красоте Сюда Вот она на горах Нет, она на холмах Так что это должно быть Достаточно легко Ну да, я эту территорию Отобрал А дальше-то чего? А дальше-то ничего Сейчас чё, знаешь Надо нарваться на эту На вот эту армию Чтоб Краков помог Португалии Знаешь Это будет самым Великим делом Когда он поможет ему А он, скорее всего, так и сделает Это будет прям просто Пипец Погнали это выносить А чё тут там? О-о-о-о Смотри, красота идёт Красота идёт Мне почему-то сразу же по БД Просто так просаживает Прям очень больно Я же прям немножко стесняюсь Нет, ты идёшь сюда Отлично Я смог Я смог его предугадать Его ход событий Так Так-так-так-так-так Мы там захватили Тут мы победили Это красиво, конечно Ты идёшь сюда 24 тысячи сюда 24 тысячи сюда И 19 тысячи сюда Тогда отступают А, здесь генерал умер Тфу ты Опасно на самом деле Опасненько так-то Так, манёвренность Шанс захвата вражеского А нам ничего из этого Особо-то не сдалось Так Селезия Я, конечно, понимаю Твои аппетиты очень большие Но можно ли уже Замириться Я уже, мягко говоря Страдаю Вот эти вот регионы Такие богатые Я бы никогда не подумал Туда крепость поставить По одной простой причине Потому что она там не Сдалась Знаешь почему? Потому что там не нужна А вот противник такой А я хочу там территорию Я хочу их захватить И пошёл захватывать Никто ему ничего против не скажет Короче Селезия Давай ты сама Ладно? Спасибо Нет Далеко Здесь вот крепость Да? Блин Как же здесь рискованно Здесь вот надо Здесь генерал-то Вообще-то так-то нужен Да? Давай сделаем так Ой-ой-ой-ой А, ну так-то мы Со временем Начинаем выигрывать Кстати, битвы отлично красиво бессмысленно а чё это все они просто не восстановлены так мы погнали больно блин чё-то уж думал сейчас все еще нибудь створю и все я реально мог сейчас что-нибудь створить и все тут борись вот с этими мелочи почему они не играют против искусственных интеллекта всегда вот замечаю что против игрока реально сопротивление касс против искусственных интеллекта ну зачем и все лимсин наконец-таки пал да неужели мы тоже отлетели красавцы красавцы так что у нас здесь парами 23 сюда 18 сюда 17 пока наверное стоит там крепость отбирается ну да кстати на что и надеялся так мне больше радует то что француз а у него париж забы француз француз я тебя оставил на прованс ты одиночку с провансом так он здесь заставит сагрится на нас вот здесь реально заставить сагрится тогда можно будет дальше спокойно идти потому что сейчас рискованно отлично понятно все а вот эта война заканчиваться видимо не хочет 45 процентов ему же мало ему же хочется забрать все он же чувствует себе силу власть мощь а ты куда идешь я не могу один фронтом этим мне не хватает француза мне серьезно не хватает француза я не думаю что я скажу но мне не хватает его так на двоечку до осадный спец блин слабенько а чё сюда не могу прийти интересно думаю как это как это на самом деле то опасно так одна тысяча здесь тогда сюда можешь прийти сюда можешь прийти здесь тоже какая-то крепость что ли видимо да здесь работает блин опасный такт очень опасно что да так этот уйдет когда 18 18 у 21 начинает здесь битву это горы для она нафиг против кого так вот я там выбил красиво не поспоришь красиво то не поспоришь так 11000 я короче сейчас просто трачу свои силы не туда распыляли их вообще ни в куда так шутни пожалуйста здесь армия пока стоит мадрид кстати рядышком то есть я скоро возьму мадрид так-то мы с вами от этого поимеем неплохо счетом до издеваешься да вот иди все все-таки в итоге решил что хватит уже париться 4000 ты думаю затащим затащили вроде так начинает битву здесь или не начинать хороший вопрос на самом деле начинать не битву здесь или начинать потому что здесь есть одна такая вещь суровый жить посреди океана я не знаю на самом деле чудес суровый где посреди океана когда мы живем здесь спокойно не особо то переживаю о чем там были нет у меня выходит а мне видишь что выходит у меня вот эти вот есть территории где прям входи и заходи не учат туда зайдет и будет там отбирать потихонечку я пока просто не очень-то рискуюсь входить туда так рядышком взяли португальская армия там бегает вообще прекрасно я не понимаю француз не может взять территорию вот это вот серьезно француз вообще француз или как так 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 здесь сил там на уражеских как много то 20 40 50 шестьдесят шестьдесят семьдесят тысяча девяносто просто вот этого я могу красиво принять серьезно могу он скорее всего сагрится и как-нибудь пытается попытается к нему на до пытается прийти к нему на помощь я вот момент должен буду как-то ответить примеру вот так понимая что здесь как-то тяжко все отвечаю что ту армию португалия понимаю что все не так то и плохо нападая в этот момент сюда чтобы отвлечь немножко противника понимая что здесь тоже все неплохо да пока что шотнул еще 7000 жизнь стала казаться медом попался на у ю и вот этот конечно уже по печальнее так валенсия пала в тот момент хорошо это уже не печальником тоже даже сказал вполне себе так подожди так так и так да блин да и серьезно ну просто так давай я у тебя с этим помогу ладно разобраться я вижу ты вообще не можешь ни в какую есть какой-нибудь генерал свободный объяснить мне пожалуйста вот этот вот да наверное да можно тебя вот сюда вот поставить спасибо молодец еще здесь сказать блин хочу не могу пройти дальше здесь же могу так на ясно мне просто как бы не дают сам факт прохода это должен успеть да ты зараза так я же почти успел я же почти мать его успел и кстати хер знает откуда еще с армии только что это может быть очень опасно кстати взял ткут армию убрал вес пал отлично все спал это очень удобно все заберем здесь так 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 отлично отлично красиво 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 шотнул нет просто отступил ну и все равно хорошо не знаешь давай даже вот так вот отлично но здесь кара я меня больше радует вот этот парочку португальских тысяч прошедших через муляков берут и не честно как мой союзник может пропустить ко мне противника ну что это такое вот что это за любовь точнее даже я бы сказал это не любовь ко мне как противнику блокада замечательно замечательная вещь блокады по стабильности нормальную усталость особо нет а кстати я буду отвлекаться от ли отводить войска если могу сделать вот так вот 1 наемник 2 наемник 3 наемник я просто думаю делать так чтобы не отвлекаться потом на те войска которые здесь есть блокады конечно кстати не приятная вещь но и не смертельная мне больше вот этот не нравится да и краков который еще до сих пор жив здоров и не чешется видимо да видимо да видимо он жив здоров ему чесаться не надо тебе знаешь на даже вот так вот сделал ну да чтобы перекрыть здесь проход потому что проходя через это он будет терять очень много сил отлично давай поможем французу ибо если мы поможем французу то есть шанс что француз поможет нам ха да никаких шансов я уже это чувствую так вот это сейчас будет больно блин я даже отступить не могу могу помочь могу помочь это так то неплохо на самом деле а француз не может взять одну крепость я уже тут половину испанию покрасил африку хорошо он не может одну крепость и конечно же приехали блин а он делаю отлично да неужели кого-то из войны и вывели интересно 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 кто уже это кто уже это я всегда мечтал узнать выводим тебя из войны вводим тебя из войны к нам мамлюки когда готовы до мамлюки к оружию наконец-таки да неужели блин хоть кто-то будет печать эти квак концы это уже как-то знаешь ли напряженно становится каждый раз одно и то же тут наверно горы нет из негор мадрид по красиво 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 так мне надо сохранять на самом деле эту границу движения ты куда и тебе когда ты хочешь противника в другую территорию он все кидает куда ты не хочешь где такой блин печальник на секунду такой задумался думаю что что-то не так 22000 здесь я конечно могу миша нанять армию и показать что это плохо понятно здесь португальский армия на самом деле противнее чем испанские на нем не доставляет больше намного больше проблем чем португальский армия который здесь рядышком гуляет это конечно очень смешно а я получать сейчас закрою отсюда и мне останется только сюда до вывести мне понял я не могу ни одной из армии до отвести могу попытаться вывести одну из армии но тогда будет вот тут раскрыто да возьмем кстати кто тут без а 3 4 4 3 3 4 4 3 сюда тебя сводим быстренько ну да он сейчас будет оттуда вылазить каждый раз мешаться и заново власть значит конечно очень к странным носу тебя думаю понятно да да неужели я неужели война за всего 6 благосклонности за гениальнейший просто давай буду всю войну помогать дадут 6 благосклонности за это скажи что еще сюда если ты успеешь с не не успел фух если бы он сейчас туда успел то это было бы все на самом деле так сюда можно кстати генерал отправить я так понимаю а почему их в африке кстати много стало вдруг он решил их вывести и начать меня атаковать с африки не просто не особо понимаю схемы сейчас я отвлекаюсь туда и в итоге у меня здесь ничего не уходит а по экономике то чё вообще нормально все не знаю все нормально все красиво так то так давай тогда вылазить вперед как бы чушь туда мелочиться королевский ретик над беспорядке мнение стиролем то нафиг мне на это мнение стиролем на самом деле 170 так больно конечно но я перетерплю думаю мне это не так критично чтоб я сейчас умер от этой битвы так а здесь мало в руках да здесь реально мало вражеских войск вот почему здесь такая хорошая ситуация так по времени у нас сколько час 05 нормально через африку ходит вот этот неприятно вообще а у макил забирал тфу то я думаю куда он отвлекся на макил отвлекся это логично отлично на макил пока я там рублюсь ломбардио кстати было бы неплохо генерал какой-нибудь это медь и отправить все таки ты все-таки меня здесь обыграл да да и тут еще кто-то пойми мне тут надо прикрывать и там надо прикрывать и тут надо прикрывать номер наконец-таки я здесь наконец-таки я помогу французу чтобы француз начал помогать мне слишком сложная схема маги француза чтобы он помог тебе так подожди сейчас генералов на убираю три четыре четыре три все правильно так ну ты давай объединяйся вау 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 мы решили здесь так прям по серьезному да ну хорошо и не про там француз вообще-то так то который кстати раньше меня залететь решил так что видимо видимо что-то знает но наверное я потому что решил бы не рисковать в этой битве а он тут все красиво сюда же более чем красиво и делим так одна армия сюда может другая может сюда есть так подумать а мы можем сейчас еще сюда встать да лично да блин заманаешь я просто думал что здесь кстати мумляки помогут но мумляки чет пока раз скачегариваются времени столько уходит тогда получается мне здесь крепость и не сдалась но мне здесь генерал не сдался этот его можно сюда куда-нибудь привезти ну да подожди а теперь можно я потаковать француз помож мне не поможет кстати тогда подожди без француза атаковать одному здесь такое себе здесь нужен генерал из так подумать хороший генерал притом нужен тот который не нужен здесь вот этот вот не нужен здесь кому нибудь ну да я более опытной армии засадим его ты ты ну и давай тебя на подхват просто надо вышатывать эту армию престиж плюс 10 отлично в маракеш соль ах ах он побежал куда-то вдаль ну а теперь вообще не догонишь от португальскую армию здесь даже можно не пытаться дальше просто можно не бегать так они отступили в итоге панс и армию с генералом надо священники получат 10 влияния хорошо отлично 201 граната куда да что об тебя да неужели все континентальная часть полностью по полу интересно интересно между прочим как ты в итоге здесь все равно армию умудрился доставить молодец сада процента кстати неплохо если так подумать здесь можно сделать вот так вот чуть побыстрее жизни свою запустить этого как то а то когда долго здесь раскачегариваемся отлично идем дальше в атаку так что у нас по повстанцам по повстанцам ничего а то куда уходишь неужели вот он саксанья пропустит домашний штуку от вой сколько у нас сейчас модификаторов активируется благодаря поеданию этого одного нашего и всем известного вам союзника да единственная кстати проблема которая здесь есть она активно очень это вот именно сейчас явная нехватка рекрутов которая со временем может начаться ввиду того что я здесь все подряд контрю да ну ладно континент мы прикроем отлично все получается да ну все красиво наконец-то наконец-таки я разобрался по станции мне здесь то что-нибудь отдали мне ничего не отдали мне просто сказали спасибо за эту войну и все да пожалуйста мой друг пожалуйста всегда рад ради тебя стараться ты чего я могу сюда пройти не не могу ты рынка огнито видите ли зато здесь красиво ну здесь как бы отдельно с португалии только можно мириться надо хочу поискам 200 тук как как мы хорошо выиграем ла флорида макеону там францию мучают ожидаемо что мучают францию как сайт для нас это хорошо так как мучение франции это прекрасно лисабон полу красиво михаил не давайте вот так михаил вы подождете пока здесь захватится территория и михаил потом пораспандил числа дипачков я же нажал себе атаковать опана 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 активируется захват погнали о красиво не активировался к сожалению я думал там сейчас битва начнется прям сейчас как залетим один на 1 ух прям будет но видимо нет с 35 кораблей кстати очень неприятная вещь так то есть подумать вообще неприятная так гибралтар пол нормально красиво просто красота вообще не описываю мне кажется кто-то отлетел хочу могу потребует с португалия кстати наверное мне кажется вообще маловато там был расчетов пятьдесят два процента кстати я могу африку до забрать на 52 да я так понимаю где-то так вот ну да учета вот вроде этого могу забрать но это будет удобно в том плане чтобы потом не вести войну с двух направлений то есть как я сейчас веду это очень неудобно реально есть так подумать реально неудобно но больше я португалию не могу нигде задеть получается да у нее еще вот здесь у территории не мог не мере ну могу пройти сюда но есть шанс что я нарвусь да ну конечно небольшой шанс поэтому можно было бы рискнуть так тушись подумать переживается давай рискнем комендант умирает содержание армии по выдух не буду давай чтобы нас хотя бы 3370 неплохо почти на уровне ну что и наверное этом серии мы будем подводить к концу я уже следующий доведу войну час 13 там уж и помиримся всем спасибо за просмотр и не забудьте поджать лайками комментариями советами и всем до скорых встреч пока пока